вы находитесь у меня в мастерской и настоящий момент я делаю штамп для набойки печатный штамп и технология изготовления штампа она абсолютно аутентичная как это было наверное со времен основания самой набойки но если вы обратите внимание то штампом не просто кусок дерева он состоит как слоеный пирог он состоит из трех слоев первый слой идет сам где я режу штамп он сделан из груши второй слой идут волокна уже если этого волокна штампа и дерево древесины идут так то второй слой идет вот так древесина это делается в основном из каких-то легких или мягких пород древесины допустим из сосны или из липы ну здесь такой отчасти какой-то как амортизационный эффект потому что по штампу бьют и закрывает сам штамп уже дуб этот штамп будет просто скажем так резной будет штамп где рисунок наносится по естественно на печать он будет зеркальном изображении его можно использовать как для кубовой набойки то что называется в эстонском резерв трюк да и его можно использовать и для верховой набойки то что называется в эстонском отце трюк когда мы начинали этому восстанавливать эту набойку то мы брали образцы все из из тирахо узел брали бумажку клали ее на старинный штамп и карандашиком перетирали и тогда у нас получался абсолютно точная копия этого штампа основные штампы уже делались ну скажем орнамент или рисунок и я придумываю сам и соответственно все основные штампы это скажем в традициях причудья или сюжеты которые любимые были у староверов причудья какие инструментами пользуюсь но инструмент абсолютно самые разнообразные какие-то вещи но вы можете встретить например и вот эти стамески вы можете их увидеть любом строительном магазине они стоят максимум 56 евро это китайское производство куда допустим вы покупаете набор вот таких стамесок и скажем так из этого набора если нем 12 штук 8 штук вы смело можете выбросить и две стамески вас будут которые вас будут служить не знаю десятилетиями и естественно их надо все перетачивать их надо доводить до ума полировать надо но как материал можно использовать какие-то вещи конечно покупные но если видите здесь даже еще старый советская детская стамеска материал идея идеальный потому что я уже больше ты стамеска работаю больше двадцати лет не ничего на есть конечно и классика скажем так инструмент киршин немецкие стамески есть швейцарские штихеля зависимость от какой у тебя задача скажем так такой инструмент и сам сделаешь это я считаю основа любого специалиста это прежде всего ты должен уметь делать инструмент сам как сам процесс происходит предварительно когда идет набросок то конечно используешь вот такой полукруглый штихель и уже детали какие-то более точная прорезка идет уже самим маленькими резцами и тогда уже небольшим плоским резцом я могу подрезать угол у нас здесь очень острый тонкий угол дно конечно здесь бы желательно чтобы оно было чистое потому что после каждой покраски после каждого нанесения штампа часть краски остается мастер вынужден штампы мыть после работы и если дно плохо скажем так или обработаны или неаккуратно обработаны не очень гладкая естественно краска остается и штамп быстрее приходит в негодность где-то уникальность тут этой мастерскую которая пейсима керос туске искус что вот именно весь технологический процесс от штампов от изготовления штампа до изготовления ткани можно точно сказать что это единственная мастерская не только в эстонии но и во всей прибалтике но ближайшая скажем к нам мастерская которая не данную но скажем по аналогичной технологии работают где используется также верховая набойка кубовая это санкт-петербург но в отличие скажем так от нас у нас штампы именно такие же как они были в 19 веке петербурге используется очень много штампов которые делаются на сенсии мы не используем там по которым делаем на сенсии у нас можно сказать полностью продукта аутентичный согласно технологии 19 века клиент он все равно не понимает что там сделано сенсии или вручную ему все равно но вот у нас была такая задача все-таки восстановить скажем так это ремесло или это искусство так как оно было 19 веке поэтому мы делаем все все как было видео раньше а и Субтитры создавал DimaTorzok